здравствуйте дорогие друзья садоводы все те кто любит растения и цветы приветствую вас на канале дом и сад home garden с вами я диана садовод из города уфе на днях у меня зацвела примула я решила рассказать вам об этом цветке у нее бывают различные окраски цветов бывают виде розочек всего в мире насчитывается уже более 500 видов приму каждый год селекционеры вводятся новые новые сорта этого прекрасного цветка примула является первоцветом она зацветает сразу же как только сходит снег у нее насыщенные зеленые листочки много цветочков на одной цветоложке различные окраски и она очень хорошо выдерживает холод если вы захотите посетить примула то я хочу сказать вам чтобы вы выбирали свежие семена не стоит покупать самые дешевые лучше брать хорошие свой опыт посева примула я начала вот с таких семян примула махровые я посмотрела на упаковку и не очень понравился этот цветок я решила его посадить я делала так же как указано на инструкции посев под стекло посева помещаем прохладное темное место при оптимальной температуре 15 18 градусов если температура чуть выше то у нас прорастание задерживается я сделала все так же как указано в этой инструкции но у меня ничего не взошло взошло два семечка но они не развивались росте они у меня сразу погибли следовательно примуле обязательно нужна стратификация затем я купила вот такие семена примула бестибельные и решила его вырастить уже по-другому я сделала так дела теплую воду вот такой стаканчик теплую воду примерно 38 40 градусов положила туда семена и ждала пока вода у нас остынет эту процедуру я повторила два раза после чего взяла маленький контейнер засыпала грунт в нее семена закрыла крышечкой и убрала прохладное место как было указано температура 16 18 градусов она у меня сходила очень долго она у меня сходил очень долго но все-таки зашла примерно через месяц и у меня из посевов осталось только два росточка жизнеспособных вот один из них вы видите он у меня зацвел через пять месяцев только то есть примула у нас очень долго растет и развивается бывают разные виды стратификации вот эти росточки я их посеяла в конце октября вот они у меня начали наращивать свою массу зеленую тоже очень долго развиваются надеюсь что в весне они у меня зацветут эту стратификацию я сделал следующим образом сначала я их обработала в растворе марганцовки раствор марганцовки берем очень слабые сейчас я вам покажу примерно какого цвета должна быть вода лучше брать зубочистку с ней удобнее работать сначала окунаем ее воду берем марганцовку вот так размешиваем посмотрите какая вода должна быть обязательно чтобы все кристаллики у нас растворились чтобы у нас не было ожога у семян вот в таком растворе таком цвете я обрабатывала свои семена две-три минуты спустя я поместила их теплую воду вот такой же стаканчик только с теплой водой и держала в воде одни сутки после чего я снова взяла свой контейнер засыпала сюда грунт сверху разложила семена я их не углубляла просто по поверхности закрыла крышкой и убрала их в холодильник холодильник мы убираем на две-три недели закрываем крышкой если вы убираетесь в холодильник то не забывайте про свои семена их периодически нужно будет открывать проветривать и смотрите чтобы земля у вас не засохла нужно периодически ее поливать чтобы у нас сохранялась влажность есть еще другой способ стратификации он полегче без обработки семян просто берете ватный диск ставите в контейнер раскладываете семена увлажняете диск закрываете крышкой и ставите в холодильник также есть способ стратификации по снегу вы также берете небольшую емкость контейнер засыпаете грунт раскладываете свои семена не заглубляя их и сверху тонкий слой снега чтобы он у нас растает в холодильнике и чуть-чуть унес с собой семена углубил их это как бы они зимуют наши семена потом вступает весна и они у нас растают если у вашей примулы белые корни вот как у меня вот тут видны белые корни значит ваша примула развивается хорошо значит и всего достаточно еще люди покупают магазинную примулу и они приносят ее домой с красивыми цветочками но потом она у них сразу быстро листочки падают цветочки сразу все опадают и она у нее больше не цветет причина может быть том что это примула заражена магазинная у нее грибковые заболевания если вы купили примулу магазине то надо обработать будет раствором фитоспорина вот у меня в такой баночке тут концентрат вот я прикрепила инструкцию если у вас тоже так баночки фитоспорин убирайте подальше от детей закрывайте хорошо и в дальнее место вот таким раствором фитоспорина надо поливать магазинной примулой и тогда она будет радовать вас продолжительным и пышным цветением вот это моя примула уже у нее тут видны корешки и я буду ее пересаживать при пересадке нужно брать кашпоп побольше но не намного вот буквально на три-четыре сантиметра побольше и старайтесь чтобы корешки не повредились эти растворы убираем вот берете такой кашпоп обязательно чтобы у него были отверстия чтобы лишняя влага выходила засыпаете туда грунт грунт должен быть питательный рыхлый с добавлением песка у меня идет не уплотняйте когда засыпаете свою кашпоп и сейчас я буду переваливать свою примулу чтобы вам было полегче достать корешки можно так поставить водичку чуть-чуть подождать чтобы она у нас легко отошла от стенок можно полить сверху и все теперь мы попробуем ее достать постучите и вот она очень легко выходит посмотрите какая у нее корневая система вот все развито очень хорошо корешки у нас белые им уже тесно в этом стаканчике поэтому пришло время новой емкости вот так вот я ставлю ее и по бокам подсыпаю грунт обязательно надо брать стаканчик чуть чуть только побольше предыдущего она не любит сразу больших объемов она перестает свести а вот в таком небольшом объеме и будет очень комфортно ёкоришки сразу расправиться и займут всю емкость в год примерно один раз его надо пересаживать если вы дома держите свою примулу не на улице как комнатное растение если она у вас растет то тогда один раз в год вот так вот чуть-чуть я утрамбовываем не сильно после чего сверху я подсыпаю немного вермикулита чтобы он у нас питал всю лишнюю жидкость сохраняя влагу вот так по поверхности совсем немного вот пересадили мы нашу примулу после чего ее нужно хорошенько полить водой комнатной температуры мягкой не холодной поливать нужно не задевая ее листочков вот так вот укажем и поливаем я поливаю сверху только при пересадке в остальное время мы будем ее ставить в контейнер с водой и будем ждать примерно одну минуту она сама впитает столько воды сколько ей необходимо если у вас кашпо идет с блюдечком то нужно выливать лишнюю воду после того как вы уже ее оставили лишняя вода не должна стоять под ней вот таким образом прямых солнечных лучей она не любит у нее могут быть ожоги на листочках поэтому нужно ее листать в тенечек или на западные окошки полив умеренный чтобы почва у нас успела пересохнуть но не сильно засыхать чтобы у нас не загнила корневая система вот это основные правила при выращивании примулы ничего сложного дорогие друзья если вы будете придерживаться их то вы вырастите вот такой прекрасный цветок и он будет радовать вас многие годы на этом все подписывайтесь на наш канал дом и сад home garden до свидания и до новых встреч а